Продолжение следует... Я думаю, колектора, я думаю, Володимир Висобор скажет себе цікаво, ну, як ми анонсували, це справді, перезвічна особистіка для українського культурного поля, тобто у нього багато думок там нефікових, може, десь там шокуючих тачів, але Володимир якраз цікавий, думаю, любив інші аудиторії, щоб у нього приймали інші думки, досить сподівлені до точки зору на багато різних подій, і тому, я думаю, він буде цікавий, в будь-якій аудиторії, можливо, враження будуть не обозначені, щось приємне, щось не приємне, але цікаво платоку, вони будуть досвіддавальними. Ще раз перепрошую, що в нас трошки, ось так, лишов збій залом, тобто ми вдячні адміністрації до дискуссменників, що вони надали звикою знижку приміщення дістанету, там просто була нескільки падіння, мабуть, інший зал, але вийшли не тут, ну, нічого, я думаю, поки не до всі помістили, це нормально. Тому, хто хоче водички, тому, хто задиряється, не дуже добре, там є стаканчики, вода, тут, можете просити передавати, якщо, що тільки усвідомість не тратить від інформації. А так, я думаю, давайте привітаю нашого гостя. Здравствуйте. Я не ожидав, що так много народу з'являється. Він ще в такому конкурсі, він пісні перший раз в життя, я пісню з писателем, я пісню з першого життя. Нагазі не подоверювався, зря велика. Хорошо. Хочу я додуму поговорити, ну, як іще додуму, з организаторами, з строителями. Поговорить о литературе русській. Тобто, що зараз називається українсько-русськоязчя литература. І як вони називають, я не знаю, це розділення, яке нав'язали російські люди, в першу чергу, т.е. російські з москви. Вони, що зробили, вони отверли монополію на російський язык. З цим ми вже зо всім столкнулися, і совершенно нечего не відповідати на це. Ось, в чому результат деятельності всіх наших мистецтв, культура і всіх наших відповідних за це організації в течіні 23 років. Тобто, що зараз відбувається, що якась країна називається монополію на російський язик, на який він говорить, значительне кількість людей за границей Росії. Це відповідальне нахлюйство, нахлюйство, яке продовжується 23 років і зараз коридок тому, що країна знаходиться в періодичному, практичному погляді. Значить, уважність літератури, в цьому в принципі не дуже важна. Тобто, це вже доказує, це доказує граждані, які нічого не читають. Я в Москві зробив, що вони продають всю Україну, скільки це длижит, скільки продають на одну Москву в Росії. Тобто, вся Україна, тоді, 47 мільйонів. Тобто, вся Україна, скільки читала, скільки 18 мільйонів міськрів. Але і то менше, тому що там, з цих 18 мільйонів 7, це були приїжджі з Востока і вони не зло потребляють чтение. Тобто, 4 мільйонів 1 мільйонів. Тобто, так як література замінила російському народу філософію історію, історію вони постійно переписують, а філософію як такової не було. Тобто, це замінила література. Але все ж це можна і не читати, але все ж вона якогось виграє. Тобто, що раніше робили, ми ісходимо з того, що... Коли почалася українська, хто точно знає. В якому ряду хотіло? В 23-й рік. Ні, українська після того, як розпался Союз. А вона хіпо починалась? Була, була. П尽 просто. Ну, це,рузі, українська після轉і. Ні, українська вона був з нами. То, що зазна? Тобто, це,з futuro дв耐ше 19-й році гвіт. Правило? Не була із реті. У нас просто була Уравancyна. Х fertig. В кажучи зняваві ї观? Что делали вы, для которых родной язык русский, и которые читают по-русски? Они покупали российские книги. Сейчас российский товарный экспорт, насколько я понимаю, это в большей степени боевая фантастика, в первую очередь, как это назывался. То есть он вначале был слепой против глухого, а потом уже началось какой-то подгонный крик, в тылу врага. То есть боевая фантастика, попаданцы, как кто-то там из ОМОНа попал в опричнину или еще что-то такое. Это издательства «Арт» и «Эксмо» в Москве. Клепают огромное количество эту литературу и распространяются ее с удовольствием. А так как она не требует никакого развода над собой, даже работы мыслей, то распространяются на урок. Сейчас страны получились разорванной Россией и Украиной. И перспективой по русскоязычной литературе здесь. Это возможность стать полноценной малой литературой. То есть попасть в такой карман времени. Когда русские эмигранты в Порезе пытались разговаривать о французском языке, то французы очень удивлялись, поскольку это был язык 18 века. То, что перебивалось. То есть то же самое. Есть прекрасная возможность сохранить истинно русский язык без вмешательства узбекских, таджикских, чеченских слов. То есть вот здесь он, скорее всего, сохранится максимально чисто. Фактически из-за того, что Украина не имела что сказать большому количеству русскоязычных людей на Востоке. Вот мы имеем ситуацию, когда сколько их? 3 миллиона, 4, 8 миллионов. Сколько донецкой и литературских областях людей? Под оккупацией миллион сейчас. Сейчас миллион? Под оккупацией миллион сейчас. Сейчас миллион? Подожди и все. Уезжай. Толк? 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 То есть получилось, что люди, которые прожили всю жизнь в Украине, родители их прожили в Украине, все они учили украинский язык. Все они в школе сдавали экзамены, поступали в музыку. Вдруг с такой легкостью выбросили одни флаги, подняли другие. Ну понятно, что они помогляли. Но это в том числе не только вина на Украине, что не сумели достучать по всей этой арене. Но никто не преподавал, если бы не были преподавшим, таким путем ужасно у нас начнут расшатывать крюсти. Гречески. Заставив последовательно отказаться от всего, потому что это их. Они захватили... Феоргиевскую ленточку, они захватили... Кого еще они захватили? Они захватили... Ну так уже пошел ближе. Захватили. Захватили... Первый мая, по-моему, не захватили. Выбросили. Они выбросили Первый мая. Отказались от него. То есть... Ну под Россией я не веду сложившийся там сейчас режим Путина. То есть ни в коем случае не страду, не русская семья. Просто режим Путина. Вот. И... Вот. Наше украинское интересное. Поменялось. Ну, это время, конечно. На этом времени считают, что это работа разведки. А может быть все вместе. Поменялось. Ну то что? Нам нечего не передожить. Нечего сказать. То есть за 23 года он был создан украинский. Это я уже говорю про украинскую теорию. Не был создан украинский роман. То есть он не был написан. Именно большое произведение, в котором хочется не подражать герою, или все же как-то сопереживаешь. Так новые формы. Какие-то люди, которые всегда как-то читают, и все происходит, это пишется. И так далее многие пишут увлекательно очень. Вот писатель Кокотюк, например. Довольно умный. Которые не фиксируют. Но... Что еще отсутствует в Украине? Чего нету и что нужно сделать? У нас нету поиска автора. То есть как работает обычная московская запись? Или необычная. Допустим, Армагин. Они издают всех. Они впервые издали до сада, потом лимона, потом еще кого-то. Потом меня издали сам в Казахстане. Как они работают? Там всего три человека. Три человека и девушка, которая отвечает на звонки и пакеты забирает. Вот они живут полностью литературой. Полностью. Они встречаются по делу. В городе ездят тоже по делу. На выставке. На книжном диагнозе. Вот они ищут. Просеивают через количество объядов, которые с ними работают. Просеивают все. В том числе интернет. Для того, чтобы найти что-то неожиданное, новое. И это новое опубликовать. Где же такое видение с какой-нибудь издательства на Украине? Я освидеваюсь. Я уже не писал на Украину. Спасал на Прус. Не надо такое время на Украине. Лучше можно ручнейшим тоже. Лучше можно ручнейшим. Говорят, что он сказал на Украине. Я уже перешел на Украину. А что бы я сказал на Витиман? Переслушный подмассовый декор. Осторожно сказать. Желающие читать или нежелающие читать? С ними есть хороший способ бороться. Это экранизировать произведение. То есть, экранизированное произведение будет лестненько. Постоянно в уши, в глаза, в песни из фильмов и так далее. С телевизора. Отовсюду. Что у нас происходит с экранизацией? У нас одного гола не нужно экранизировать. Это экранизация . Это экранизация . Кроме того, другие украинские писатели, которых мало знают. Например, Чехов. Нет, ну он всё-таки в том, что Чехов не было. Ну конечно, Стаганрог. Стаганрог. Таганрог. Происходит ли оно, надо сказать, а сейчас? Наверное, не происходит. То есть, что мы сейчас видим? Мы сейчас видим ничего. То есть, летом сказали, что у нас новая медицина с натурой с декабря месяца, правильно? С декабря. То есть, декабря уже можно было что-нибудь снять. До сих пор что-то не сериалы, ничего такого. Да не Москва есть. Что еще есть? Хорошо, а вот смотрите, у нас продолжается война, у нас продолжается война, в которой Украина проявляет неожиданный героизм. То есть, никто не ожидал, в том числе и наших врагов, наших братьев. Проявляет терроризм и все. Из этого времени не снят ни один фильм. И не хотят быть попыткой закрывать фильм. Тогда просто показать, что это время человеку. Вот и аэропорт тоже, например, сел. Глава АП. Сразу по всем каналам. Казарчоры по всех каналам. Я не видела, но говорят, что это автографика. Да. Да. Глава АП. Сразу по всем каналам. Да. Глава АП. Сразу по всем каналам. А я читал, что люди подбираются в районе Кибор, и отбывают, потому что этот фильм более украшательства действительности. Ну, многие, кто защищались из Киборова, они говорят, что этот фильм не о чем. Ни о чем, да. Глава АП. Они там говорили. Везде, наверное, что они хотели сдать аэропорт, и все, я не видел. Уже был сдан аэропорт, и все, кто до него ходили, и поэтому... Но многие написали нам в фейсбуке вчера, что это не о чем. Те кибори, которые были на презентации аэропорта в Кинтатур-Украины, сказали, что они заслужили личное счет. И они, в частности, в частности, в частности, уже все сняли. Уже Гвардию сняли сериал, а у нас Гвардию, понимаете? Понятно. Ну хорошо, а теперь, кто с нами. Если мы возьмем вторую мировую войну, ну, ее часть великой психологии, то есть применилось это массовый пункт. Уже снято масса фильмов непосредственно во время войны. Масса фильмов есть. И сразу после. А потом, к примеру, переписали. Российский фильм, да. Потом они уже переписали, уже начали кино переписывать историю. Зачем хороша литература? А кино – это произвольная литература. Потому что люди запоминают не события, которые объявили. Ну, так они, передаем друг другу. Люди вспоминают художественные произведения. То есть, во местном периоде знают люди из Оменья Ростова. То есть, вот такое. Сейчас литература, она фактически делает историю. Но пока не видно ничего такого, чтобы государство вдруг как-то спрократилось. На самом деле, людям же не нужно много. Это все, как бы, они крадут в день больше, чем нужно на любое произведение, которое… Ну, хоть как-то, хоть как-то оно было. Не позорно сделано, не позорно снято. С актерами, то все. Но они больше пройдут сейчас. То есть, сейчас самое время, как бы, для реванша. То есть, когда реванш в Украине, которая… Сейчас Украина в моде. В моде в Уссене. То есть, уже флаг, например, раньше путали это шведский или какой-то флаг. Сейчас Украинский флаг знает все. Красно-чурный флаг. Раньше косой. Это чертурный был известен по всему миру. Анархисты. А сейчас и горизонтальный. Бандаревский флаг. Уже их видели и знают всех. То есть… Получается, что… Дальше мы говорим, что сейчас начнем. Вот это вот может звучать. Может быть, это самое огромное, что я хотел сказать. То есть, сейчас премьер реванша. Сейчас премьер реванша за 23 года. Которые не занимались ничем. И в области культуры. Только устраивали подлату и юридов. За какие-то деньги, откаты. То есть, устраивали свои небольшие маленькие дела. Я думаю, что сейчас как раз военное время оставить все это. Начинать. Начинать достучаться и воспитывать жизнь. То есть, сейчас мы видим первое поколение, так сказать, импората. Ведь дети, которые в 90-е годы родились, они уже родились в свободной стране, не в радости. И вот это поколение проявило себя в этой революции замечательно. То есть, оно и сейчас воюет добровольцами. И здесь принимало самое активное участие. То есть, люди, которые просто убежденно считали, что они не нарушаются. Ну, какой-то закон не разрушают государство. А требуют свое. Потому что вот у старшего поколения такого, как я, в 60-е годы, мы всегда отделяли себя от государства. То есть, была страна Украина, которая наша была. Но государство, что советское, что украинское постсоветское, независимо от президента, независимо от устройства, мы считали, что это, ну, то есть, не наше. Лучше всего под него просто не попадать. Так сказать, государство, чтобы оно на тебя не наступило. Оно же раздавит две трошечки. То сейчас многие люди, которые считают, что это их страна, и государство, и которое хотят, чтобы сделать. Вот для этих людей, и, скорее всего, этими людьми, их должны быть новые произведения. То есть, какие-то воспоминания, каких-то участников музеевых действий. Необязательно быть самым главным героем, потому что все воспоминают героев, и сами, естественно, не они, да. Ну, не важно же, кто писал. Три тонна своих, расстреляли. Или Милу Рашидову тоже тут помогут. Ладно. Ну, то есть, может быть, сейчас человек в АТО вернется, сядет и напишет. Ну, вот он напишет, и все это пропадет. Почему? Потому что интернет дал некую иллюзию. Интернет дал людям такое ворота, что то, что ты написал, оно не пропало, оно где-то есть в интернете. Оно где-то осталось, а вот даже кто-то прочел. А на самом деле его прочло, ну, там, тысячи человек, десять тысяч человек прочло. Это уже много. Но все равно это в никаком не идет сравнение с государственной машиной и издательством. Но никакое сравнение не идет с телевизором, как показала работа российского телевизора, который выдернул нас из-под дна значительные куски территории с населением. Просто выдернул их все. Российский телевизор, российские денежки. Зачем? Не всегда большие. То есть это моя важнейшая задача сейчас. И что можно, я не знаю, требовать у государства. Но я уже старого основного науча, с новым шутками, я по-прежнему воспринимаю город. И государство как такое, что, которое требует что-то исполнять и ничего не дает. То есть, может быть, есть возможность потребовать, например, тоже вкладывая деньги в настоящее кино и настоящую литературу от участников или по мотивам документальных. То есть сейчас нужны примеры. Сейчас нужны примеры героизма. Это в обязательном порядке. Я себе так образно представляю, как это будет под государственным руководством за зарплату, как это будет уставать. Ну, будут, наверное, как георгиевские логички на России. То есть они будут какие-то придуманные сюжеты ссылать всюду. А нужны настоящие. Вот участников. Не знаю, не совсем понятно, как найдут издатели автора. Вот эта вот связь в Украине, она отсутствует. Здесь все в основном по знакомству делается. Кто-то знает его, кто его. Вот это хороший автор. Особо так как низкий уровень, из-за виденого отрицательного отбора, то есть те, кто что-то сваливали в Москву больше денег, то в Украине невысокий уровень невысокий уровень теоретической критики, я думаю, вообще. То есть те люди, которые должны рассказывать, что стоит почитать, они пишут там своих, джон своих пишут, еще кого-то. То есть не выполняют свою работу. Вот это вот тоже важный момент, что у нас отсутствует механизм принесения чего-то, какого-то произведения, до читателя, ну, до зрителя проще, зрителям проще. Телевизор включил и все. То есть до читателя. Вот это вот. Он очень, точнее, он есть, но то, что бы он не был, он очень плохо работает. То есть, фактически, для того, чтобы быть признанным в Украине, надо же у тебя признать и не быть другой страной. Например, в России. Или, допустим. Или в Америке. Что? Или в Америке. Ну, или в Америке, мы тоже слишком далеко. И только после этого уже наши эграрные издатели начинали интересоваться. Не знаю, изменился ли это сейчас. То есть, украине нужна культурная революция. Ну, что еще. Ну, как, фабулировал по-деревянски национальную идею украинскую. Отнимитесь от нас. Извиняюсь. Опять присутствующие здесь данные, но это вам так сказать. Это главная идея. Ну, хорошо. Они написали, что у нас эрбаски. И что дальше? Какая? Больше уже ничего нет. Могут сердце. Непоздая. Мы их забирали. Значит, если учесть, что половина заселения, я думаю, разговаривает по-русски, то примерно так. Ну, может, очень меньше. 40% заселения по-русски. Кто именно воспользоваться. И тот, что я не буду. Какая? То есть, надо увидеть какое-то посуществование и, может быть, взаимодополнение. То есть, я бы, забывайте, написал немножко на суджике. Уже выглядела такая. Это Женя Гарбинцев. То есть, я бы, забывайте, на суджике написал. Книгу попробовала, как она получится. Поскольку это... Ну, как шутается, я не знаю. А вот как, действительно, как серьезное дело, что это не заторзает государство, я не знаю. Не влияние, что это не будет. Приклад. Расскажите историю поверения на нас. Это, это, это. Лоткрав, лоткрав. Надо по маску спецам отдать, чтобы они по-русски какая-то была. Чтобы, конечно, на нем эту задачу. Вы вышли сепаром, кошмарились. Вот это вот. Она не надушная. Это зимняя надушная. Ну, ничего. Ну, вы будете кошмарить сепаром, да? У меня тоже здорово. Они же потом могут сочинять, что? У нас сядет, прилетет. Помогают. Да, вряд ли. Это... Ну, как, я с собой массовый... То есть, я посмотрел, что это солдат, правильно? Это солдаты на плавничане. Это чех. Чех. Ну, вообще. Забрали. Забрали. Так, куплю бис. Там забрали и уехали. Ну, такая ремарка. Если мы с вами, например, сегодня встретились в Доно Кино, и обсуждали бы, где у нас те фильмы, да? Потому что, говорите, кронизация, и на всю страну показывать вот эти замечательные фильмы, там возникла бы другая история про то, что у нас нет режиссеров, которые способны сделать этот фильм в настоящем. То есть, складывается впечатление, что 23 года у нас не было. При этом, причем, у нас невероятные люди. Мы все свидетели, в общем-то, в стороне. Но как так может быть, что... Куда ученик книги ничего нет? Ничего нет. Куда, что нормальный пилот нет? Или четверых нет? Литературный нет? Литературный нет. Литературный нет? Литературный нет. Э, предстанк, вот... Ну, допустим, мы будем брать, значит, последние три года Лиленуковича, но мы росли последние лет пятнадцать, то есть, помните? Как они, какие у них были куражки, какие дырбы на них были, они выглядели очень солидно. Правильно? Не, не солидно. Все, что ниже куражки, там не солидно. Не, ну, вот. Как? Рассказки дрожьи. В смысле, дрожьи, еще что-то такое. То есть, текутки на резинке, я думаю, солидно смеси. Насколько все это было мощно, страшно. А вот, когда на них подули, то есть, видите, народ взял, на них подули. Ну, как одуванчик, чуть-чуть улетели, подули. Вот то же самое, у нас все это было в виде симуляции. В виде симуляции. А сейчас вот эта симуляция в виде мгновения. Ну, то же самое, кстати, происходит и в России. Ну, в третьих тоже. То есть, в виде симуляции. Ну, это была симуляция, что у нас есть литература, которая интересна хоть кому-то, что у нас есть кино, которое интересна, ну, кроме тех, которые я вас снимаю. Вот это и привело к тому, что мы сейчас видим, что, как оказалось, когда начали это считать, это еще культуры не считали. Это так только некоторые поднимают, ну, типа меня поднимают этот разговор. Культуры еще не считали. Выяснили, что у нас практически ничего нету. Потому что... Потому что... Это реально. Не нужно было. Не нужно было работающим, действующим. То есть, придача литературы, как воспитание человека, воспитание молодежи и все. Но это не выполнено. Ну, не выполнено так, поскольку она, видимо, и не ставится. Вот я списываю, конечно, на что-то. Это не граница. В России ведь тоже симулятор. Режим-симулятор. Российский режим-симулятор. Они симулируют сталинизм сейчас. Это через сталинизм. Они симулируют сталинизм. Но при сталинизме все же были ротации. И постоянно происходили. Кого-то позвали и настревали. Ну, так. В 25-м году. Что-то у Гравмышева. Я знаю. Ну, Куфи забыл. Гравмышев. Ну, то зачем будет. И так далее. То есть, в России же не стране. Нет. В России была, что они делали? Довольно хитро. Это когда Госпром-медиа скупило все. То есть, сейчас там все телеканалы принадлежат Госпром-медиа. Госпром-медиа же принадлежит. Даже оппозиционная радиоэкономистра. Я на первую. Принадлежит. То есть, они установили госпомополию. С цензурой. Со всеми прелестями. А на поле. Но люди установили это путем покупки. Все законно. Все респектаризм. Практически, они собирались на страшном суде этим оправдываться. А что с приводу дождя? В таком спромете, типу оппозиционного ряда. Дождь кому наносится? Дождь, скажем так. Дождь это единственная возможность, единственная возможность, каким-то образом давать либеральную точку зрения. Аудитория дождя это аудитория интернета. Это аудитория вот тот же. То есть, я встречал во время ожесточения, когда была ожесточенная борьба, Частные дела, они позволяют себе франкерствовать. Это как делают, как правило, внедренные агенты разведки. То есть, они с удовольствием, я знаю, с удовольствием делают важные вещи, а важных вещах могут подвести, поскольку они от других людей. Значит, в России в данный момент под контролем абсолютно все. Абсолютно все? Ну, кроме книгоиздательства. То есть, книгоиздательства, ну вот, например, доклад Демцов написал, там что-то якобы из-за этого я не знаю. Ну вот, якобы только пятнадцатая по счету типография закрутилась опубликовать. Если бы в Украине подобное произошло, какая бы по счету типография? Да, ну, первый раз уже сидят, были вторая. А там только пятнадцатая. Ну, вдруг, сегодня все потерян, хотя бы пятнадцатая. То есть, дождь, это либеральная точка зрения, которую они высказывают, но все равно под контролем. Вы читали ту литературу, которая сейчас создаётся в этих республиках, так называемых, сепаратистских? Потому что они первым делом создали там все записатели. Тот же Глеб Бомбров, который все время писал о будущей войне. О, это король. Я просто сам изнутри, скорее, эта газета, бывший главный рекорд. Эта газета убрал с вами интервью для нас. Они издали сборник, я отдался в Новороссии. Ну, и не говоря уже о том, что пишет Карты Ленина. Как вы считаете, эта литература, она эффективна? То есть, сейчас читают или нет? Нужно ли вам отвечать по другому? Значит, скажем так. Боброва я пролистал. Это Боброва. Я пролистал, читать я не стал. Ну, тоже меня, поймите, я не читаю. Нет, ну, понимаете, здесь дело стиля. Если я вижу, что у человека нету стиля, ну, конкретно. То есть, не такого там, со грехами он только начинает. Но вот если у него стиля нету, а просто нагромождение на чего-то, ну, чего должны почитать? Зачем? Лучше уже почитать что-нибудь из класса. Значит, они создали... Как же фамилия этого фантаста, который там на должностях? В Донецке какой-то фантаст, он на должности находится среди сепаратистов. Ну, там какой-то замкоменданта Донецка был. Не помню, без сон, без... Это, видимо, Поблато он организовал, как сам писатель, кто организовал. Ну, что это, видимо, было? У них... То, что пишет Прилеты, это агентин самого низкого и дворного толка. Значит, Прилеты написал в своей жизни одну книжку. Эта книжка называлась «Патология». Вот в этих патологиях... Нужно было, наверное, не очень просто написать. В этих патологиях, там, где он пишет про любовь, можно просто целую тетрадку вырывать и вырастать. А репортажную часть, о том, как он в Течне воевал, в составе ОМОН, то она написана увлекательными более изменения и с некой такой правдой жизни или предлеженной. То есть, он, несомненно, писатель. Какой он писатель? Ну, писатель плохой, писатель вселенный. Все, что он дальше написал... Ну... Сам говорит про НПП и так далее. Это довольно коряво и не очень интересно. Ну, по крайней мере, здесь у нас. В России другие вкусы, как вы знаете, там, у меня гражданская оборона очень популярна. У нас гражданская оборона популярна? Да я бы не знаю. Мне кажется, да. Ну, я просто все... Ну, когда в школе учился, это каждый раз вечером выходишь из подъезда или вечером, кто-то играет в море оборона, ну и вообще... Ну, а не лицо, не я. Ну, я понимаю. Ну, соль, соль, соль. Ну, не знаю. Мне кажется, соль. Ну, не знаю. Мне кажется, соль. Ну, нет. Так как она была в России очень популярна. А что просто, возьми уже пиво другого и поставим на стол. Ну, и пойми... Я знаю, да. Пришлите. У России другие вкусы. И, возможно, на танке я чего-то не осмотрел с... Ну, со совета, со користикой. А все, что делает иметь и сейчас, это позор. Это позорное писание. И он приперся на оккупированную территорию. Потому что Кобзун ездит, то уже черт с ним. Это как бы. Но при этом должен отдавать себе отчет. Он приперся на оккупированную территорию, он собирает деньги для того, чтобы убегать украинцам. Причем украинцы его никак не обидят. Такого рода. Он пишет по неповноценности украинских солдат. И тому подобное. То есть, коллега, опять-таки своим поведением, он довольно-таки из поскольку своей, ну, как карман называется это что-то. Ну, ему идут еще, ему еще будет время, ему еще идут, я не знаю, что ему еще надо. Я хотел спросить, это сработает или нет в плане воспитания поколений России. Если это как бы нескопробно, я согласен с тем, что это нескопробно. Я пытался читать этот сборник, но это читать абсолютно невозможно. Видно было, что в дате какой-то готовили, и все делалось ради галочки, ради какого-то заката. И просто интересно, возможно, сейчас действительно какое-то оскотенение происходит, а вдруг это сработает, вдруг это упадет на благодатную почву. Максим, а там уже упало, там, к сожалению, уже упало. Там, ну, смотри, есть и Кайпарк Эриндотов, правильно? Возможно, в зале есть какие-то небольшие члены или нет, но цена в большинстве есть и Кайпарк. Она полностью построена на чем? На литературе, на важности литературы. То есть в них вместо программных документов были произведения Лимона о такой себе представляющей для нашей России и тому подобное. Это вместо программных. А, на самом деле, писатель такой человек, он же не рассчитывает на компьютере каждый шаг. Ну, вот ему кажется, будет так. А может и не так будет, может и наоборот. Вот. То есть, вот это МВП, это партия революционная. Что делает эта партия? Она ездит в Украину и что делает? Устраивает здесь контрреволюционную. То есть поддерживает, как это, жандарма Германа Германа. И вот он поддерживает полностью революционную партию. Так о чем это надо говорить? О том, что зерны уже упали и, как бы сказать, они революционируют последние упорчики. Это в первую очередь. Они шевернисты. То есть они шевернисты. И они хотят захватывать. И они хотят по-новому. Вот они хотят каким-то образом поможать. Я столкнулся со всем этим. То есть, здесь же ничего... Ну, то есть, вы когда-нибудь слышали о том, что украинцы неполноценные, поскольку это понеслариант с турками или там сверху. Что украинцам никогда ничего не было хорошего, своего. Ну, то есть, этот называемый «каклас-врач». Вот этот «каклас-врач», он продолжается где-то в интернете с... Ну, вот я его застал в 01-м году. В 2001-м году. И то есть, не стесняясь, имперские люди... Ну, они все начали называть имперцами, чтобы не называться шевернистами, видишь, или сан-канейстами. Имперскими люди... Постоянно глядят. Постоянно. Я попал с этим, почему. Мама была... Ну, люди из Украины в интернете тогда. Украины там, где я посылал там, и в Джонах, и все остальное. И приходилось как бы мягко спорить о том, что это не совсем так. Постепенно этот спор стал сводиться уже. Короче и короче, потому что убежденного человека его убедить практически невозможно. Лучше всего его, конечно, убить. Но если... Ну там... Если не получается, то как бы поставить? Куда не будет? Вот так вот. То есть... Я с этим сталкивался. А потом, когда понял, что они пишут то, что станет мейстримом через пять-шесть лет, и так оно и оказалось. Ну, то есть надо было раньше что-то шнуться, но... Знаете? Задним умом. Все грядки. Все грядки задним умом. И вспомнили вот там, когда вот уже началось, когда нас последовательно стали шельмовать Украину. Последовательно. Я знаю, роль телевидения. Главное, я думаю, все же роль телевидения. Пока у нас... Телевизор не направлен на победу, на победу, то у нас ничего не получится. Ну, то есть у нас Украина. Украина не получится. То есть телевизор должен быть. Но как только его монополизировать, этот телевизор, и командовать им, чего делать, то сразу его будет невозможно смотреть. И вот... А как вы все-таки это все становитесь? Вот все направлено на победу, телевизор. Это так. Все направлено на любви, а почему? Во-первых, еще раз говорю, должно быть художественное произведение. Должны быть фильмы, фильмы, сериалы. Уже, это или нет. То есть это... Могут быть какие угодно... Ну вот сделали остальные москарты. Это сериал, который эксплуатирует привычные образы. Похлад и Гурка, и Маскаляк, который интеллектуал, приехал вот, пересмотреть, как-то в Каплянде. И вся наша история открывается, ну, при эксплуатации вот этого интерната, в Каплянде. Понятно. Я не знаю, я когда... Все, что я написал, это все же про Украину. Оно на русском языке издавалось, в смысле, что это про строитель, там участвуют, ну, типажи украинские. Я пытался этот образ шароладного хохла, которым удобно представлять украинцы. Ну или там, как это, сантехники, или клюточники, какие-нибудь в России, там же последовательно разные. Ну, последовательно, в голове там шли, как это, уничижения Украины. То есть, вот шароладный хохла, как хотели его каким-то образом разрушить. И знаю, насколько у меня получилось, поскольку результаты мне ведь, конечно, наверное, нет. То есть, у нас тоже такая же серьезная жизнь. У них же распространено мнение в России о том, что вот у них настоящая страна, у них настоящая история, у них настоящая империя, у них настоящая трудность, настоящая победа. А у нас же все, что есть, это нечто опереточное. То есть, какая-то несерьезная опереточная. То есть, была революция, там, трех человек рублей. Это несерьезная по русской мерке. По русской мерке, она не имеет тысячи. Вот тут у нас произошла революция. Настоящая, серьезная. И взаимная. Система принятия решений в этой стране все равно не поменялась, несмотря на инвалидность. Здесь, я рожден, несмотря на революцию. Решение не поменялось. И из-за этого, что сегодня, например, происходит, что происходит от Министерства культуры. Там сказано, все для фронта, все для победы. Вот попробуй подкопать. Это тоже симуляция. Если раньше мы симулируем независимость, суверенность государства, сейчас мы симулируем. То, что мы патриоты, и вообще, мы все для фронта. Этого ничего нет. Но, тем не менее, есть такие концепты, есть фотографии, еще с Кирильенского, с которыми близко не очень действуют. Деньги идут, хотя рассказывается, что денег, в общем-то, особо не недоступны. Нет, но это правительные концепты. Польза фронта, польза данных, чуть-чуть. Да, эти концепты, но просто, частая наша страна, например, как же мы. И потом, есть вот это известное высказывание Мчельчина, про то, что на текламу воюм, если мы будем культуры, что мы оставим. Это, кстати, интересно, у вас же есть такие контакты, там, с бойцами, что они на это что говорят? А я думаю, в результате есть бойцы, которые... Может быть, кто-то выскажется. Дело в том, что у нас, к сожалению, ну, я не знаю, что у нас, наверное, страна, ты думаешь, где у нас 50 на 50, может быть, 60 на 40, то есть 40 людей находятся в барьерах, ну, а 60 процентов, ну, они находятся. У меня есть друзья, которые, интересно, один, один, второй, один, один, разговариваешь, он тебе что-то рассказывает, это что нужно, для этой модели. А второе, говорит обо всём, когда задаешь, что он слушает, а у ребятам, дискировочные сети, он сразу так... То есть он даже не хочет воспринимать нас. Поэтому правильно, многие говорят, пока у нас не перевалит 50-ая одна акция, как говорится, 50-ая одна акция, 50-ая одна акция, 50-ая одна акция, когда, может быть, начнутся вот эти вот фундаментальные сети, вот эта вот байдужесть, как Банюшка, общая, на эту байдужесть, за то, что происходит. Ну вот, поэтому у нас пока очень мало пациентов. Мы даже видим, Киев, то есть я тоже являюсь, я вижу, что многие люди, то есть я вечером сижу, там все идут с офисом, офисные работники, они идут, у них как бы вот, все, день закончился, домой, покушать, сиральчик, складки, вот он работник, выбор. И я думаю, что пока, в более осознанных местах, кто-нибудь не вырос тот, культурный даже, ну, в какой-то момент, какого-то сгиба определенного не будет. Потому что у нас даже маловидерские организации, я просто давно баллонирую с Майданом, ругаются сейчас, кто-то за 350, кто за 400, тот за 400, тот парахоблок, тот вальник, тот еще кто-то. То есть, кто-то, пацаны, в министерстве, в Верховном Раде, сидят и сгибаются садят. Ну, ладно, пусть играют, сидят. Это большая ошибка, что в Верховном Раде сгибаются. Это ошибка, они не замечают, кто-то не знает, кто-то. Ну, то есть, тему-то неинтересно. Мне неинтересно, они даже, вы знаете, я просто часто бываю в кандидатах в Верховном Раде, они даже не то чувство, когда вот так, ведут солдаты, что... Они не боятся? Они чувствуют, они чувствуют самостоятельно, потому что у них есть кэш, есть майбург, там есть какие-то там деньги. Вот я смотрю на них, просто они говорят, ну, они даже не верят, что что-то произойдет, когда он выйдет на садовый пак, и он подойдет какой-нибудь, допустим, человек в войну, который там пошел и получает соцсидии, может, и ему за поводом ничего не дали, он просто подойдет и одну другую, вот прям. Он даже этого не понимает, даже не представляет. Они особо этого не боятся, они помнят, чем закончилась афганская война. Афганская война – это последняя война, которой участвовала Украина. То есть, Украина, благодаря, ну, это, опять же, такое высказывание, ну, мнение майонного, оно, можно сказать, националистическое, но все же это, я считаю, что это только благодаря народу украинскому. по-моему, прошли вот эти вот все постсоветские годы, и ни друг другом не воевали, ни на кого не нападали, ни с кем, то есть, прошли нормально Украина. Россия успела повоевать значительно. Значительно, так. Вот. Афганская война – это последняя война, в которой участвовала Украина в значительном количестве. В значительном количестве. и людей, и подзимших очень много. Вот. Афганцы тоже думали, что афганцы вернутся и чего-то потребовали. Нет. Ничего. Ничего они не потребовали, и они никак не изменили, не изменили жизнь, даже когда рухнул Советский Союз, то есть, закончилась же в 89-м юбиле войска. А рушиться начало в 88-м. То есть, они даже за эти лодки, которые прорывался, они ничего. Ну, максимум, что они смогли сделать, когда они друг друга взрывали на кладбище, они одного взорвали, там им дали преференции. То ли сигареты завозили, то ли воздух. Ну… Ну… Преференции. И вот, одни другого взорвали, а потом, когда хоронили, так они еще и перепрыгали, шли руху, и направленную, на кладбище и половину пришедших покрашили. Вот на этом афганское движение закончилось. Ну, честно говоря, немножко странно, что это обсуждение. Вы же человек, который, в каком смысле, сделал интернет, там-то-там. И мне кажется, что здесь такая… Ну… Сначала мы сделали интернет. Сначала мы сделали, а потом мы сделали интернет, так? И выходит так, что… Ну, чисто мое импетивное ощущение, что все-таки проводить такую прямую параллель между авганцами и тем, что они ничего не сделали, и тем, что ребятам что-то могут сделать, ну, не стоит. Потому что… У нас есть интернет, это общительное инструмент. И он все у меня… Интересный инструмент это для кого-то, я знаю, что есть. Интернет есть и в России. Интернет есть и в России. А он меня, конечно, поддерживала группа. Ну, большая, конечно, значительница. Как это? Чем попутал? На их глаза в саду, что вот уже в ней вот в тюрьме, ни за что. Да, они пройдут и дома. Ну, хорошо, но вы не знаете, другие истории. У них была Давыдова совсем недавно, женщина, которая гормит ребенка, которую просто так сковырнули, и если бы не шуми, а в интернете, она бы уже сидела дома. Можно я скажу что? Я просто отношусь к волонтерскому десантам, естественно, я здесь сказал о том, что все в том, что кто-то знает, когда волонтерский десант пришел вместе с тобой? На початку вместе с тобой? То есть, кто-то знает, когда зашли, но очень мало отраслеживаются, которые они делают. Фейсбук со всеми троллями, красивыми, накидывают, это не разногласит. Но это не раз так качественно, что фейсбук всегда делится вот этот аналитейм за покупку топлива и против. Я понял, что против всегда больше. И создается такое впечатление, что все, кто зашли, уже с ними на потоке. То есть, если бы ты видел, как люди сидят с луками и работают там, потому что систему всем человеком очень сложно понять, что вы понимали, это не так просто. Потому что, если кто-то думает, что можно написать, что оборонительные системы, которые сейчас вызывают, я бы первым решал бы, я бы все сделал бы, так, как в космическом десанте с плазменными пушками, я бы сейчас все сделал, мне дали денег, просто сразу в сумку, я бы садил бы, все бетоном, 500. Но все очень сложнее. Поэтому интернет в компании очень негативен. Негативен еще то, что каждый солдат по телефону, когда происходит бой, звонит и по-своему это представляет. Потом происходит такой медиа, момент, что потом, когда коммунии рассказывают, они не попросили в бой, кое-что случилось. И потом, когда они учили первые, тем лучше солдаты, они как-то сказали, что им плохо, как-то там было плохо, и они это как подрали, что все там, все в плохие в министерстве. Поэтому у нас интернет это сейчас блок, потому что люди в большей форме диванной сотни, которая просто эмоциями может эмоционально повлачать то, что дает телевидение, а это телевидение принадлежит чемпионы атом, подается та подача, все на территории Украины. Если посмотрите, очень интересно, как там всегда Ахмедушка, а вот сегодня подал еще гуманитарный рамп, а вот там Филташ организован, все вместе с его подвется. Я считаю, что интернет сейчас живое только общение с людьми, это самое эффективное, потому что когда ты общаешься с бойцом, допустим, с тем же спартанцем с 90 батареон, который был на фильме «Алганец», который был последним длинницером партой, когда он рассказывал, как их накрыло этим взрывом, как там начало сдаваться, вот тогда вам были эти эмоции, то люди, вопросы, которые задают, и сразу, ну, вопросы нас расторяются. Когда человек, который там был, он отвечает. Ниже гуманитарный, который взял на него интервью, рассказал редактору, редактору, под почетку, скажешь так, потом вот так, вот так. А когда человек прямой это говорит, остаются совсем такие, не рассказать, без эмоций или нахолодные факты. А вот интернет сейчас нам лично меняло. Он играет очень, рейнджер, очень удивительно. Потому что Одессит, как у себя, вчера был взрыв. Взрывали уже это интересно возле моста. Вопрос в том, что Одесситы, очень специфические люди, Владимирская имяция порвали все. Тоже все порвали. Все одного. Все другого оскорбляют. И когда они приехали в Инстанск, у кого-то уже купили деньги, они не знали, кому пойти. Они уходят, придумывают, тебе расскажут, дайте нам, ну, нет, вообще не хер, ведь они все дают. У нас что там это? Значит, клеток может заняться, остается только одна Владимирская организация. Аварий, второстепенное, второстепенное решение. А в отличие от того, что интернет приедет, нет, интернет погрешен. Интернет погрешен. То, что там понимается паника и израда, то во-первых, паника и израда во многом это работа, это работа организаций, специальных, специальных служб в России. начали с пожара, все что-то. Начинается, значит, они развивают эту тему. То есть, паника можно сесть более интересно, более, более эффективно. А там, у них, значит, то, что солдат связывается с мамой, ну, так и говорят, да, действительно, что если он не позвонит маме, что мама, я здесь, в окопах, я живой, все нормально, то он плохо воевает. Ну, я знаю, некоторые командиры разрешают на меня телефон. И при этом, говоря о том, что перенгуют на меня телефон, это все. Ерунда, перенгуют они вообще все. Все рации, все. И, при желании, они забивают все частоты, что и вообще не обещают ничего. Не только телефон, но и все военные рации. И я рассказывал знакомые, он там приехал, что он там вывешил. Ну, и часто прокладки. Сараба, когда он знает, что прослушивает, то в процессе разговора позволяю себе. Поправляю себе огласить планы вышестоящего начальства, которые не имеют общего действительности, то есть запускали дезер. Так что я думаю, польза от дезер и польза от зарады, я думаю, друг друга равновешивает. Да, да. Вы говорили в самом начале. Ну, вернемся все-таки. Я думаю, вы не особо военные эксперты. Конечно. Вот. Так что давайте все-таки культуры. Давай. Значит, смысл в том, что я зайду далека. Я был, ну, по работе, как бы работал в ближних тоже постсоветских странах, как бы в одной из. Страна очень такая специфическая, значит, чуть-чуть азиатская. И смысл в том, что я наблюдал, вот у нас говорят, что люди там, ну, бизнес, да, там, они очень плохо контактируют, но смысл в том, что я заметил очень интересный момент, что у нас, как бы, общество достигло такого момента, что оно тянет за уши правительства. Говорит, давай. Вот. То есть, и вы говорили в первую очередь о том, что нам нужно, да, какой-то уровень образования, не знаю, повлиять на нашу культуру, на все эти аспекты, потому что культура нам многогранна, правильно? К сожалению. Значит, и смысл в том, что, как вы видите, то есть я вижу, лично я вижу, что государство, данное, да, правительство, именно организация, да, вот, да, да, как бы, она, смысл в том, что она не заинтересована, она заинтересована в каких-то своих нюансах, там, ужинках, я не знаю, вот, у нас заинтересованы люди, то есть, есть даже, да, такие социальные исследования, что, есть реакционная масса, да, которая поднимает какие-то государственные, там, перевороты, и так далее, она вот достигает какого-то определенного процента, смысл в том, что, ну, на Майдане списли флаг, но реакционная масса совсем не осталась, то же самое, те же, допустим, офисные фантоны, где, наоборот, смотрят зрячие, все равно, они крупнее, никого, да, и смысл в том, что, реакцию их воссоздать, в принципе, реально, я вижу, что, возрождение нашей культуры будет снизу, ну, как и революция была, снизу, и все, как у нас происходит, как вы видите эти механизмы, вот это самое? вынужден вас огорчить, культура снизу никогда не на тот час, то есть, снизу, снизу, есть кто? есть автор, самородок, собственно говоря, авторы все это не делают, здесь появляется автор, вот у всех народных песен есть настоящий автор, который просто забыл, все народные песни сочинял один человек, ну, может быть, два человека сочинял, кто о них неизвестен, народные песни, потом мелодия похожа на итальянскую в 17 веках, слова это перевод, чего там, ну, вот то же самое, то есть, культура это, культуру делает вот тот самый небольшой слой, от которого все несчастье, то есть, это интеллигенция, понятно же, маленький слой, или прослой, как называют его, большевики, то, конечно, если от них избавиться вообще, истребить кодекс, то общество будет такое довольно монолитное и нормальное, ну, работать будут, заводить жен, детей, то есть, ну, то, что правые считают, что это свойство человека, не знаете, там, одну жену, ну, федеральные нормы, соблюдать, и все такое, ну, понятно, так что вы понимаете, значит, если от них избавиться, вот так вот сделали в Камбодже, полпот взял, и всех грамотных, они мотыгами забили, все планеты, а потом, это тоже рассказывал другой человек, преподаватель, он говорит, я преподавал английский язык, в Камбодже, и вот, люди учатся по 4 года, не могут получить английский язык так, чтобы разговаривать с ним, то есть, полпот взял, уничтожил всех грамотных, он немножко повредил генофонд, и должно пройти еще 2 поколения, пока это восстанавливается, то есть, культуру делает интеллигенция, нужно заинтересовать интеллигенцию, людей, которые хоть что-то могут, почему, потому что, при отсутствии интересов, я не говорю бюджет, бюджет это такое, вот эти модные слова, поток, или еще что-то такое, но, если человек может, хотя бы на короткометражке себе, получить от государства какие-то деньги, и на эти деньги не стоит, допустим, 40, претенденты, а все равно получат, лично знакомый, кому-то распределяет. То есть, если вот этот вопрос будет решен, то тогда интеллигенция начнет что-то делать. А так, нам всегда интеллигенция напугана всегда. А почему всегда там, что называется? Боится, где-то, за детей натрижили? Нет, ну просто, интеллигенцию, лучше всего, ущемить. Потому что кристианину, конечно, ущемить, но для этого надо его, выкрывается, на участке его травить, допустим, как сарел, на полюду, сейчас он восстанавливается, то есть, а интеллигент, что, у него зашипели, на это вопрос. Министерство культуры должны стать эффективным менеджером. Да. Так? Да. С какой-то стати и радости вдруг неэффективное государство в частном месте, а именно Министерство культуры, станет эффективным менеджером? Да не поддавайте. Чего бы? То есть как это... Стоит этот разговор о том, что неэффективное государство превратилось в эффективное. Как Вы видите это удивительное превращение? Ну не знаю, правый сектор пробовал высовывать мусорные ба. Ну нормально. Можно еще один раз с краской на голову выбрать. Тоже было такое. То есть... Ну это вся шутка, конечно, поскольку за пугами тоже ничего не решит. Я думаю, разгонять, разгонять. Можно больше разгонять. Разгонять старые кадры, которые ни на что не способны, ни на что не будут. То есть где будет структурная революция. А сформулировать какую-то другую революцию это все же программа «Украинская диверсия». Она пока не особо и горит желанием. Но по крайней мере... Ну мы не знаем. Просто очень мало людей, которые могут пойти на новую службу за те деньги, которые платят, чтобы что-то изменять. Не знаю. Вы правильно сказали, что вы еще чьи от того формата, которые относятся к государству, прям вот по какой модели? Молодые люди уже относятся по-другому. Поэтому, когда я не применю, когда они входят в схему государственную, ну, со своей свободой, то есть внутренней, они уже это не являются. Просто это очень мало. Там, ну, это структура очень. Ну, я про миссию с заброны знаю, что там тут... Понятно, понятно. Вы еще и люди знаете. Это огромное количество людей, структур, которые не хотят ничего менять, боятся этого изменения, потому что не знают, что их шьет. У меня одна надежда на вернувшихся уже с фронта фронтовиков. Как можно изменить государство? Нужно этих фронтовиков, те из них, кто желание изъявить, все же пробегать. Я вспоминаю свою версию, я застал уже ветераны 2-го военного. Они были на руководящих должностях. Везде. Везде. Заходишь... Сначально кружек, а у него там тоже пару ленточек, колодок и так далее. То есть... Ну, это уже был конец. Они уже старели, старели и уже рынок заменяли. Другие в большей степени расхитники происходили. То есть деградация системы. А сейчас здесь, может, система аналит. То есть с очень таким же путем. Брать людей, которые делали своей самоотверженностью. То есть своей жизнью. Доказать, что им нужна Украина, что им нужна. Нужна вот эта страна. И им не все равно, что здесь будет. Или здесь будет, как бы, монархия какая-то зарубежная. Владимир с Путиным. Или будет все же самостоятельное государство. Вот так вот я думал. Но я не знаю обстоятельства. Где вы? А кто-нибудь знает? Идут обоевавшие? Идут куда-нибудь? Ну, депутаты единицы. Ну, дело в том, что они, как бы, на какие-то отношениях. Просто там сейчас их не принимают. Это первый вопрос. У нас же там осенью выбора. Вот. Ну, вот эти враты. Один вопрос. Как бы, одна из, как мы видим, обновляющих организаций, именно, ну, предлагают. Это очень полезно. Знаю, что уже готовят, что для тех вратов не возвращается. Потому что у них повышенное чувство справедливости. Ну, да. И в ценности, которые, вот они, ну, как бы, были всегда и не были, они уже. Они, как раз, подходят под именно государственную механирую, что там тут правильно сидеть. И правильно заниматься настоящей работой. То есть, я знаю, что некоторая вратовская организация уже готовит своих кандидатов. То есть, она, если не выйдет, чтобы они закрепили там все эти советы, которые будут участвовать. Они там как-то это все меняют. Но там сейчас, конечно, все, там все выдачи, извиняюсь, и часто будут участвовать в площади, но как-то. Должна быть еще одна система. Еще должна быть приложена система жестокой уголовной ответственности за взятки и за все остальное, за течение. То есть, этих людей, которые ведут, то они столкнутся с тем, что все вокруг воруют, а если ты один не воруешь, то, значит, тебя избавят. Это как-то смертная цена. Изменения ППХ, которые мы готовили по поводу услугащих, они не капитально пропускали на сессии, потому что там идет очень часто. У меня уже далеко не сессия, я не знаю. Нет, нет, потому что там сессия, а песка, на которой вы говорите, а сессия на сессии. Я голосую всегда раз. Вот у нас есть репетиция. У нас Казак Гаврилю стал народным репетатом. И это вызвало массу споров, потому что, с одной стороны, есть какие-то основания думать, что, в принципе, он просто тупит таким образом. Ну, я не имею в виду, буквально другая, но просто я ценю, сообразил, что очень выгодно иметь у себя под боком такого героя. Да, наверное, да. С другой стороны, этот человек, насколько я так не сильно отрежу, но я вижу, что он проявляет себя как человек, который очень хочет научиться быть народным репетатом. Ну, в любом случае, этот человек не готовый работать красным депутатом, он не так без денег для всех своих красных людей, чем так. И все, все на берегу. А вот волнуем, если все депутаты волнуют. Я думаю, в любом случае надо, если надо брать пример, депутаты волнуют. Ну, а вот Вы просто подпишите, побольше органов власти на практическую чиновничью работу людей, которые пришли с фронта. Пришли с фронта, простите. Ведь фронты придут, многие придут без ног от фронта. И многие приходят без ноги, без руки. А вот, туда, в человеку самое место, на географическую работу. А как это сделать, если система очень сильно сопротивляется? И если эта система не намерена допустить туда? Ну, как точечно, вы привлекло в парочку, да. Но как большого движения... Если Вы меня спросите, то я расскажу. А кто это снимает, что это за камеры, чьи? Телекритика и Ваши, да. Ну, я не знаю, я могу предположить, что лучше всего было бы, это дождаться, ну, дождаться общими усилиями, кто деньги заёт, кто возит продукты, товары, кто волонтёр. Кто, кто сражается, кому позволяет здоровые убеждения. По общими усилиями всей страны, то хорошо было бы решить или локализовать, как она всегда, конкретно, а потом сделать третью революцию. Вот что я думаю. Вот что я думаю, потому что, ну, без революции, которая разгонит вот этих вот усевшихся в ружах, усевшихся уже и заберенировавшихся там людей, но без этой революции, я думаю, все же Украина обречена на какое-то прозябание и деградацию. Вот что я думаю. Ну, то есть, что бы я мог предположить? Чтобы было бы неплохо сделать то, что сейчас называется «третий майк». Ну, не сейчас, потому что… Потому что у нас там заказы для расчиня. Вот допомню еще, может, по сути, от событий. Дука, Георгия Волонтенко, ну, я думаю, наверное, народный герой. Вот он тоже интересный индикатор, так и говорит, что он привлекает к депутатам, и говорит, что я уже не хочу, потому что не хочу у вас себя заканчиваться. Ну, то есть, один ты ничего не провиняешь, и нужно ждать, как крутится, там не провиняется. Но потом все понимают, что крутится, как крутится уже полный. И в свете культуры… Цикаво, как я вообще правый сектор, это в рабочей… Ну, правый сектор – это что-то там без оплаты, без ничего нет воевать. И они подъехали мне до его волонтёров, то есть, мы говорим, что ты полностью добровольный, не имея поддержки, как бы ты рискуешь там, влаживаешься. И вот все, и, в смысле, у нас начало, не только провозить, это просто добровольцы, и такие, и высокие добровольцы, вот, в эти батальоны. То есть, то оттуда идет снизу вся инициатива. Это, например, сейчас Дима Изященков, понял то, что революция прошла, книжки нема, ну, перед bus, эти сами, надо писать, что что-то хотели это, и он писал книжку, ты хотели додать книжку, ты-то воевать? Но вот уже раньше, чтобы не ехал. И интересный феномен Добровольцы Божьей Четы. Хороший пропагандистский фильм про правой сети, про аэропорт. Как называется? Добровольцы Божьей Четы. Документальный фильм про аэропорт. Это Леонид Кантер, я его знаю, кто-то по свету подороживал, кто-то занимался чисто творчеством, и он попал в аэропорт. И он там бегал с камеры, причем Кибрик рассказывал, что они там за день по два раза между киберами пробегают, а он раз по пять бегал, потому что даже картинку снять. И он повернулся, он так жестко почуял правильную роль, и он говорит, что вы с нами воеваете? Я с камерой, я садок информационной войны. Снимайте, снимайте видео. Я почти уже много людей задумываюсь, что можно снять, дизайнеры не поняли, что задача не может гонять без это скатить, а прийти воевать, если ты реально 45 років, ты взяли камеры, а дальше можно снять. Я думаю, что его призыв, его цвет в фильме, в кинотеатрах, где куча школьников приходит, я думаю, цей призыв они почуете, то есть будет снизу ухвощиство, оно, конечно, будет не масштабное, это нет государственной поддержки, но я просто думаю, что оно не даст такая ситуация. С одной стороны есть волонтеры, которые не говорят, что это можно поменять, с другой стороны есть и армейские подразделения, и ОВД, которые тоже говорят, что ничего не поменялось, и с другой стороны есть маленькая группа, где какие-то, скажем, вирши, литература, маленькие фильмы, которые говорят, что оно что поменяет. И вот оно будет зарождаться как государство в государстве, которая, наверное, все-таки будет, ну, какие-то насильные изменения. То есть поступовая такая конвергенция, там, и изменение всей этой трансформации, так вот оно похоже, что оно не случится. А все-таки новая нормальная культура, она обрастает людьми, которые будут ее слушать, и, наверное, оно все-таки будет все менять, как масштабы, там, мы же, впоследствии мои тех, ну, готовы. Ну, посмотрите, я хочу пример, я хочу пример вот за путинцы, вот из всех, из всех, кто поддержал Путина. Ну, там же, помните, художники присмотрят все, было там каких-то творчественных людей, которые мы поддерживаем президентом, потому что он попал. Я, когда прошел вам эту блогу, что же такое? Ну, то есть, там нет никого, кто действительно, действительно творческий, высокотворческий человек. Они, в лучшем случае, отмалчиваются. Отмалчиваются, потому что, ну, не каждый может произвести свой голос, тем более, что многие из них в Украине не имеют никогда никакого отношения, и, в принципе, не хотели бы уменьшиться. Но они, в лучшем случае, отмалчиваются, ну, в худшем случае, отмалчиваются. То есть, за Путина, за путинские деньги, в основном, участвуют приспособленцы всех мастей. Приспособленцы, это литература. Видите, их много. Ну, это самая яркая звезда приспособленчества. То есть, если наше министерство культуры сможет выделить какой-то грант или грант на развитие вот такой военной литературы, военного кино, которое было снято непосредственно участниками боевых действий, которые чудовидели и хотят донести переноси, мы, естественно, с поправками, поскольку из окопы ведется жизнь совсем по-другому. Так что человек не из окопы ведет ее по-другому. То есть, нужно делать адаптацию, поправки взяли. Если что, уже существование министерство культуры мы можем не считать прав. Следите, пожалуйста. А вот если я так скажу, я не знаю, что я сниму, я сниму, я сниму друзей, фильм «Донбасса Укропа». Любой? «Донбасса Укропа». Ой, «Укропа Донбасса», извините. Там у нас семью, которые… Они там все в Донецке жили. Вот вы часто их так останавливались. Саша, он где-то лет 5 назад попал в торбилку, но много, и он вот, ну, оторвало. И вот, значит, волонтерики начались именно с подрезок. Мы там в плен попали, делись на себе что-то в кино, он укреплялся. Вот. И по ним он снял там 45 минут. Они уже по-другому показывали. Они его, когда сняли, еще привели на английский язык и забросили уже в Россию этот фильм. То есть, они даже просто показывали его, то есть, у них был в доступе. То есть, они забросили сначала в Россию, и потом в «Загорю» сухая сила, а потом уже, сейчас там, скоро будут уже две фильмы нанести. Я хотел спросить, какие-то документальные фильмы, как он в «12» снимал, про «Майдаун», про «Релиз» и так далее. А в нем он, опять, какой-то, ну, фундамент может быть, каким-то, может, маленький такой, плацдрам для того, чтобы развивать. Потому что ребята, на самом деле, да, потом, когда будут писать, когда будут снимать фильм. Я надеюсь, что так все в случае, если Украина, как мы уже знаем, устоит, выстоит. То есть, если у нас здесь не, это про Путинское краю, все будет не образовываться, еще что-нибудь такое, не будет оккупации, не будет здесь настоящей, большой войны такой, серьезной. Ну, и развалится резерв. Если Украина выстоит, то те, кто будет снимать, наверное, переписал о том, как все происходило, они должны будут отсматривать все эти ютубы. Отсматривать, 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 и, возможно, воровать оттуда карты. Еще один вопрос. По Плюсам, вот эти коробли сердца, там шли вот, серия передач про ребят, которые не брали, про ВСЕ, добровольцев, киборов. Сергей, как это влияет на то, что у меня лично это там, много моих знакомых, которые там приходили. Там тоже очень интересная история. Вот как вот эти вот передачи формируют, может быть, какие-то культурные ценности у людей, которые это смотрят? Сергей, что у нас тогда так? С передачи, с передачи, это фактически в одно ухо летело, в другое вылетело. Мы живем в информационном обществе, уже при угаре информационных обществ. И информации настолько много, что в нее нужно, наоборот, отфильтровываться. Вот вы из ящика достаете, с почтового, вы достаете из ящика, там читаете ли вы эти объявления, окна там, или еще нет? Просто два раза. Ну вот так вот, и все остальное. Идачи нет. Только художественное произведение. Вот тихий дом написал, что у кого-то. Или украл у кого-то, как злодио языке говорят. Написал, получил номерископию. Теперь о доме и о гражданской войне мы знаем и помним, вот поэтому произведение, почему оно талантливое. Только талантливое художественное произведение, только талантливый фильм, то есть, поскольку если сравнить количество фильмов, допустим, о Второй мировой войне, которое было снято, я говорил, что во время войны немцы все были дураки, хромые, горбатые, вешали людей. как это им так получалось, воевать, быть при этом полными, абсолютными интермейджами. Я не знаю, как это так получалось. Вот. Если взять те фильмы, которые были сняты во время войны, и талантливые фильмы, которые вешали поколение, там соотношение, наверное, двадцать комменов. Двадцать. 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 Не нужно проходить фильмы, наверное. Вот. Проблемы. Поэтому, чтобы появился этот один, нужно все же снять двадцать. А я не вижу, чтобы у нас снимали двадцать. Чтобы вкладывали деньги, чтобы на студию дружинка заработала, чтобы приглашали... Нет у нас режиссера, но с Польши пригласите режиссера. Понимаете? Ну, пригласите из Арменьки, Ольга Ростова и пригласите. Его сюда-то пригласили, а на чем он должен был снимать? Право. Для Путинка. Нет? Да. Молица, это запитание, по сути, с початом нашего разговора в российской культуре, и, ну, я вижу украинскую культуру, украинскую, скажем так, интерненцию, которую назвали Трестойка, но, скажем так, мы совсем думаем про то, что украинский украинский украинец доходится в семьдесят пятьдесят сотни населення, которые имеют нищий культурный уровень, и они могут работать, скажем так, чтобы этих людей иметь. Например, когда украинский режиссер снимает кино, это там авторские бачи, на авторском бачи, поэтичности, там авторы бегают в биле шат, и т.д. и т.д. Вместо того, чтобы сняти эти проблемы с картинами, например, украинского життя, они могут их сподобить своим коллегам. И так же мы видим много других старых жителей. Из-за этого, по сути, российская культура, которая более ориентирована на массовое спешивание, очень легко выбирает наш, скажем так, митец, с точки зрения информационного развития, массового сада. Совершенно верно. То есть, мы должны, ну, то есть, мы должны. Нам было бы хорошо, а что мы должны? Никому ничего не должно. Нам было бы неплохо идти по пути, все же русской. Но, конечно, до глубин их телевидения мы не можем подняться. Все-таки, это очень серьезная организация, очень серьезная организация. Они учились у американцев, когда была, если помните, дружба с Америкой в 90-е годы. Они полностью телевидения создались с американского. А наши убрали от них. Вот. И нам, ну, как не удастся, в эти глубины подняться их переводить. Но все равно мы должны идти по пути, по которому пошли русские. То есть, у нас и так каждый знает, что вот он украинец, что есть Украина, что Родину нужно верить. Но, надо все же это углублять, чтобы не было вот таких печальных, бескорбных событий, кроме того. Ведь их же там не унитарят, правильно? Там, наоборот, ими никто не занимался. И вот это вот результат. То есть, если не занимаешься чем-то, то обязательно там что-то заведется. Если, если не подметать за вами, то там что-нибудь заведется. Вот это вот можно делать. Ну, что, какое-то такое. Да. На такой питании, вы можете про обновление телечерков. А как авторам вам это выисплоть? Как автору? Я уже в таком возрасте, что хочется сделать что-нибудь полезное. Вот здесь сидит известный украинский композитор Василий Горьбенко. Он когда-то говорил, что я след оставляю, я машину царапаю. Да, сделаю. Я в жизни оставляю след. Ну, то есть, я тоже всю жизнь царапал, царапал чужую машину. Теперь уже надо что-то и болезненно сделать. Забить и возник. Мне, как автору, возможно, это и близко, и, возможно, я бы этим и занялся. Но здесь требуется не автор, а здесь требуется нанеджение. В первую очередь. С нанеджером у нас очень плохо. У нас очень плохо с нанеджерами. Вот именно в области культуры у нас очень плохо с нанеджерами. То есть, у нас отсутствует критерий объективного подхода. То есть, что хорошо, а что плохо. Вот это вот отсутствует. Просто. В России же это присутствует. Почему? Они друг друга довольно сильно не любят. И поэтому там наличие у тебя какого-нибудь родственника это не означает, что ты родственнику должен выделить грант или какие-нибудь деньги на что-то, потому что это твой родственник. Родственник – это чужой человек, а у нас подруга будет. У нас тяжелее добиться объективного решения. Нам надо ли уроку идти по вашему мнению? Это достойный вопрос. И тут в третьей очереди стоит Европа. Что именно я буду на Европу? Не знаю. Зависит ли от меня хоть что-то? Зависит. Но я не думаю, что это полезно. Но что-то полезно. Привезти в Крыму Европу. Так и очень важно. Нет, где-то спровоцировать палочку, а она вам не открыли. И вы не перестали. У вас много. У вас много. У нас выучили 200 лет, за чем-то что-то. Но вы же писатели, это в том, что он чужой проявляется и остается в истории. Мало кто поможет. При Греков-Стон, губернаторе, те скульпы, постели. Кто же был в начале? Кто же, наверное, рад? Я мало кто знаю. То есть литература остается в истории. Ну, через 200 лет. Я бы с удовольствием поработал, может быть, с участниками событий непосредственно войны, может быть, революция, и адаптировал бы на какой-то литературный уровень, чтобы было не стыдно. То есть это не воспоминание старшего лейтенанта, которое он, собственно говоря, не может выразить. То есть может быть, адаптировать так, чтобы книжку можно было бы читать. Вот с этим беременность. Поскольку самому ехать в тоту в качестве кого. Я довольно старый, как там, надо нагармливаться в машину снаряда. Обычно ее разрушают для человека. И я не загружаю машину, мне просто поможет. Ну, мне, как бы, считаю, что кому-то меня пользоваться будет. То есть вот, если кто-то захочет из участников событий написать воспоминания, то я мог бы с ним попробовать, если мне больше что-то рассказать. Просто попробовать. Может быть, кино какого-то. А как же кто будет поснимать? Перешиться все равно... Нет, это все равно можно пробовать решать. Но через ту систему, которая вам не подходит, которая вам не нравится. А именно... Почему? Она не понимается, если бы она что-нибудь делала. Она не делает ничего первого. Все равно придется пойти и познакомиться с Ивановским. Платиновским. И там, так или иначе, появится чудеса дипломатий. И в результате выяснилось, что да, они готовы снимать, готовы. Потому что они сейчас хорошо понимают, что... А вы можете это заняться? Хорошо. Ставьте, пожалуйста, человеком. Это не я. Хорошо. Фильм по книге «Вашим чужая». Он был снят по инициативе режиссера. У вас, знаете, или вы шукали того, кто будет снимать? И на сколько он передал? Это что вы в книге написали? Меня нашли. Меня нашли. И поэтому я говорю, что нам нужно очень много брать из России. Они ищут. Автор, они ищут. Они ищут. И я их не искал. Я их не искал, ничем не пробивал. И если бы нужно было пробивать, не было бы и фильмов, и книжки, ничем не пробивали. Ну, конечно, это... Мне, наверное, не заниматься. Ну, при чем все это? А сколько вы не умели передать то, что было в книге написано? Там нет. Ну, там... Нет. Не получилось. Не получилось. Ага. Не получилось из соображений того, чтобы это нравилось, как бы, зрителям. Поэтому значительно смягчили все это. И поэтому... Точно получилось. И другая статика не может. А готовы ли вы найти там одного бойца и тем бойцом, с которым вы это делали? А ну, мы попробуем, попробуем вот так вот. Может быть, попробуем. Ну, мы попробуем. Может быть, здесь Интернастан. Может. Может быть, это не было так. Ну, я не говорю, написать о нем, но просто... Ну, как правило, конечно. Я думаю, что только в этом можно переводить. Большое количество бойцов... Где, где? Ну, кроме тех, что ты говорил. Большой бойцов батарь, да. Да. Там, в России, особенно со спецами, которые работают, у меня думаю, что там есть ребята, с которыми там даже со спецами можно там переговорить. Какое-то небольшое время. О нем много таких историй разных рассказать. Истории, как таковые, они не очень важны. Это как, знаете, с милицейскими историями. То есть, это называется милицейский байк. Они там травят, как где крово захватили и так далее. Сами истории. Это неважно. Придумать можно значительно более интересные истории. Можно, чтобы у человека было свое ощущение мира. То есть, чтобы он сам, чтобы чувствовать, что вот он что-то делает, что интересно. То есть, что интересно посмотреть, просто он технически не может сделать, поскольку именит. То есть, это нужно перебирать, перебирать. Потому что какие-то воспоминания... Ну, не забейте весь интернет. Там проза рукав. Там огромное количество часов. Гранское время. Там еще уплывает какие-то рукописи найденные. Там моего деда или прадеда. Там, когда писало время, второе время. То есть, остального немного. Важно, чтобы человек... Как бы... Шубкированное, это вот, искать писательство. Ну, можно помочь. То есть, я это могу сделать, так сказать, бескорестным. Внести свои кладки. А вы думаете? Что? А вы думаете, это... А вы думаете, это... Вы думаете? Я же готова, вот, ну, сказать, чужое вы не выдумываете, как вы могли писаться? А я вы неожиданным. Ну, да. А вы неожиданным. Я был вынужден, поскольку это все писалось четверком, или третьим году. А я только это четверым на самом деле. Нет. Так что... Там еще много других людей, которые... Ну, которые мы там могли подойти. Поэтому мне пришлось все это выдумывать, передумывать и придумывать. И так, что там материальные ценыки не остались практически ничего. А вот по ее осыненными историками. То просто позволяем, ну, мягче, автору уже думать, что, из чего описывают эти какие-то зарази бывают, то... Нет смысла. Нет смысла. Если уже делать трудную революцию, то делать ее... Ну, украинская субтитутная революция. Если уже делать ее, то делать ее и в литературном плане. То есть, чтобы вот этого... Мы находимся здесь в стримке, как с нами, в Украине. Вот сейчас. В здании. В здании они здесь хорошие. Не знаю, что у них еще есть. Я этой стримке не составляю. Вообще. И... Насколько мне известно, многие, которые что-то могут писать в Украине, тоже в этой стримке не составляют. Составляют здесь более люди, которые... Ну, что-то они друг другу пишут, как с нами. Для этого. Понимаете? То есть, вот от этого надо идти. Нужно от первого лица участников субтитров. Вот это вот может быть интересно. И это, может быть, какое-то... Будет иметь влияние на... Ну, на молодежь и подоставщие батареи. Ну, толстой или джинный царь? Ну, выевал. Толстой? Нет. Леон Николаевич, да. Выевал. Да, из Астамовского. Да, из Астамовского расскажет. Командир батареи для батареи. Нет, из Астамовского. Нет. Из Астамовского. Командир. Ну, что вы такое? Он выевал. Севастополь. Ну, а вы просто на те деньги посетите. Нет. Понятно, что не везет. Но он же стал известен благодаря Севастопольским рассказам. Астамовского. Вы столкнетесь еще с одной колонизацией. Она состоит в том, что вот в прошлом году... Да. Объяснить, конечно, смешно. В прошлом году «Плюсы» взяли и предъявили «Надолу-12» и фактически, ну, с моей точки зрения, изнасиловали режиссеров, которые сняли уникальный материал на Майдане. «Плюсы» сказали, выставляете туда, в говорящий голову. Так? Придут народ. Ну, то есть, документальное кино бывает кино, а бывает нарезка и говорящая голова, нарезка и говорящая голова. То есть, получается так, что есть еще проблема с тем, чтобы с любой компанией, которая скажет «Да». Это очень жирно, классно, сейчас делали фунтальный фильм, вот то, что вы говорите. Но давайте сделаем это так, как придумает наш народ. Вернее, как будем придумать, как думает наш народ. И пробить их все сложно. Вернее, чем хороший автор, если все это автор, он всегда может сказать «Ну, знаешь, сам, сам, делай его». Вернее, мол, не страдают, потому что они ходят в машине. Нет. Майдана всегда может отказаться. То есть, человеку совершить поступок, это, конечно, ну, любой поступок. Надо какое-то иметь мужество собраться и так далее, но отказаться особо не надо. То есть, я не могу бороться со стихом? Я? Да ну-ка бороться со стихом. Я, если с ней особо таки, когда раньше не боролся, потому что мы на нее и у кого-то не бороться. Сейчас же я буду сейчас с ней бороться. В самом начале, опять же, я жил. И я понимаю, что у нас язык вообще, на нашей планетной языке, это способ передачи информации. То есть, русский английский, язык программирования и прочее. То есть, как вы видите отношение, как бы участие русскоязычной культуры, хотя ее враг, да, записал на свой счет информационную поддержку? Вот это надо исправить. Это надо исправить. Мы должны вернуть себе все. Мы должны все. А как? А как у нас все украли? Как они все украли? Как они могли объявить русский язык, русский язык и своей собственностью, собственностью современной Российской Федерации? Это как? Как они украли? Ну, конечно, выбирать это. То есть, это не является собственностью. Здесь говорили по-русски. Ну? Раньше, чем там. Что? Раньше, здесь говорили по-русски раньше, чем там. Раньше, чем там, совершенно верно. То есть, не позволят им присваивать чужое. То есть, нельзя не присвоить победу. Вот, скажу, раз. Присвоить. То есть, фактически, те, кто здесь имеет родственников, там, старших, дедов, прадедов, которые воевали за Советский Союз, ну, в Советской Красной Армии, то, получается, они их перекосали к себе. А ты, вновь, это, как это, достойник, достойных трепков, нащадками сдать, да? То есть, это большая ошибка. Это ошибка того, что они занимались ничем. Пока зухой занимались. И, в основном, хищениями. Двадцать три года занимались хищениями. Вот это вот. Вы часто задали, да, вот, Держин Бутунда явился, и вот, как бы, был анонс лекций, и нашелся давней текстиками, я запомнился. Ну, по Паплавским, да, и так далее. И там была, вот, какая история всего, вот, литературного цифра. Да. Это... Ему там спросил покойный Георгий Горошилов. Он тогда ввел передачу, и... Ввел передачу... Ну, как, не еля, там, разговоры на кухне, и чеки такое, как она была. Не помню, да, давайте так шутку, что ли. Какой-то был такой ЭТВ очень, небольшой. И он у меня попросил, ты можешь про них написать? Я говорю, про кого про них? На электропопластках. А он, друзья, сколько останется булька, начальником. И, в принципе, стоимы булька. И говорит, на электропопластки я ее не слушаю. И я не слушаю. И не сбалюсь. Он говорит, ты знаешь, небольшой вред привелось. И он был культуролог, китай-медов. И человек доволен. Заделать и... Ну, все же стоярится, не просто купить сборы. Вот. И он мне говорит, он очень большой вредительный. Поплавский, вот весь этот трэш, который ведется из телевизора. Ну, тоже он дал прав. Он разбитывает... Так, в Манкурте, да? Ну, Манкурте. Я говорю, я напишу, но я так, ты знаешь. В общем, я написал... Он хотел опубликовать. Он прочел, говорит, слушай. Давай, Манкурте, в следующий раз. Потом он умер, и... Так получилось, что... Опубликовал перед, что он, как бы... Для него это оказалось слишком сурово. Ну, кстати, прошло... Это было... Что? Лет... Двенадцать назад, да? Лет двенадцать, боже, тринадцать. Актуальность не вегетариала. Ну, в чем поменялась. То есть, точно так же, если не могли... Просто... Хотелось бы. Я, кстати, вот повлиял... А то, что повлиял, я повлиял на Томенко. Помните такой Николай Томенко? Да. Он был министр культуры. Он был министр культуры. Он был министр культуры. Да. Я один раз понимаю, что поменял на политическую судьбу. Это было в клубе 44. Он очень прилично одет, просто шорно. Ну, и так и получше были очень часто. Без вот этого. Вот. И он проходил именно и спросил, там есть выпуск? То есть, пели у меня за арханиками. Ну, я же ничего не сказал. Вы кто-то научу. Возможно, я на него повлиял. Хотелось бы верить. Что же, Даня Анатольевич? Ну, так, если вы изолировали? Кого? Ну, вы видите, вы изолировали. Что это такое? Как? Нам для того... Нам сейчас нужно изолироваться. То есть, с Россией нужно прекратить... Ну, как? Нужно. То есть, опять же говорю, что это было бы правильно. С Россией прекратить ввести визы. Ввести все вот это вот. То есть, органические... Тем самым, за неукрометновение культуры, телевизор не закрытили русский. Нет, его же они не показывают. А сериал? Показывают. 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 Ну, где? Там... В зоне показывают. В зоне шо в зоне? В зоне там из глинатов стреляют. В зоне там кусочки. То есть, русского отелизора мы отказались. Миги российские тоже не будем закупать. Правильно? То есть, завозите их сюда. Будут чинить препятствия. А ваши книги? А шо мы их, они здесь не продавались никогда? Никогда, который российский. А здесь уже пришлось окна украинский язык приводить. Чтобы на новости она не особо получилась. Ну, а как в Мурку тебе ведёшь на язык, которого в Мурке нет? Потому что у Танцера есть какой-то жаргун или матрис украинский. Нет уже. То есть в этом плане есть информация. Собственно, я бы ещё хотел послушать вопросы и попробовать. Произоляцию. Да, закончить произоляцию. Сейчас окажется Украина в изоляции. Почему? Мы открыты как бы всему миру. Но для одной-единственной страны, язык, который знает всё население здесь, то мы должны быть закрыты. То есть Украина получится изолированной. И что из этого? Это как бы эксперимент. Поскольку, что же будет продолжаться? Будут продолжать писать. Вот, например, в Одессе. Там до сих пор сохранилась лексика. Одесситы видишь? Там сохранилась лексика 19 века. То есть они вот пишут, одесситы. Словами языком 19 века. Почему? Потому что пишут хорошо образованные люди. Их образовывали учителя, которые всё дотянутся до 19 века. И так почему же меняются народные населения? Надо понимать. То есть почему Украина будет изолирована? А в таком плане, как вообще изолирована от всего мира, и надо именно в Европу, нам нужно длиться атаки. Правильно. А чтобы длиться атаки, нам нужно найти или нет, или гад, чтобы туда не было. Мы можем это сразу. То есть сразу можно изолироваться от всех. Так мы изоляции. Чтобы не вышло так, что это за зеленую Украину, у меня шишки. Всем видимо ваших позицій стосов Украину, чтобы мы будем в каком-то завершенном свете, в каком-то маленьком Украине, который никто не хочет пускать из других людей в Украину. Вот и Ягор Заглівач, как он в Киеве в этих всех процессах. Чи он, может быть, уже злиться в экстазии с Украиной? Чи он может залишиться таким постричком по крайней части? Ну, каждый город имеет свой характер. Ну, каждый большой город имеет свой характер. Киев – это доцент Киева, Украина – это Киев, Глоба и Одесса. То есть те, кто играет в эту свою городскую страну. Только три города. Сейчас, ну, Харьков, но Харьков – это речь без спорта, и Харьков – бывшая столица, нынешняя столица. То есть Харьков не настолько, не настолько имеет свою молодежь, но хотя в Харькове очень большой потенциал, очень много молодежи, и очень много умной молодежи, образованной молодежи. Только вот эти Харьки хорошие. Малосибирцы. То есть, если заизолировать все Харькии будет только Киевляне, ну, будет довольно… Жить будет лучше, но скучнее. Скучнее. Москвичи, ну, жители Москвы, скажем так, хвастаются, что последних москвичей извели где-то в 50-х годах. в Санкт-Петербургских, разделенных иммиградцев, или как, в Санкт-Петербургских, они там разделяются. Кто блокадник, а кто понаехавший. То есть, ну, и кто ее тоже был. Кто до 90-го года жил, а кто потом уже сюда перекочевал. Можно вопрос? Вам не кажется, что в России начнут почивать сюда? Да. Ну, то есть, сейчас уже есть какие-то задатки, то есть, это вопрос очень глубокий. То есть, мне лично, ну, лично сутку по мнению, что они мармоны, естественно, начнут всех строить под себя. Ну, то есть, за них утренний уже на это раз, ну, недолго строят. Не, ну, если не так по голове, то, наверное, русский человек, он, во-первых, человек пьющий. Вместо того, чтобы совершать экспансию, он вполне может здесь придаться радостным жилям. Нет, но культурный... Культурный тоже пьющий, часто больше живет. Культурный. Сюда, ну, в принципе, если режим в России будет ужесточаться и дальше ужесточаться, то есть, если там уже начнут простым гражданам давать срока, они там дают по 282 статье, это позор, это мысль преступления, они по 282 статье, как она называется? Зажигание. Зажигание, да. Нет, это параграф за экстремизм, а там много подпунктов. А, ну, как в 52-маме было, там тоже много подпунктов приставили, что-то есть маленькие, То, если они дают поселок по 282 статье, поселение, поселение, поселение. А вот, когда начнут сразу срок давать, то, естественно, из России на Украину потянется какое-то большое количество людей, которые не хотят ничего общего иметь с этим режимом, который может посадить кого угодно, за что угодно. как они здесь будут жить, они ассимилируются. Они ассимилируются. Но если это образованное количество, но если начнется вот то, что вполне может, ну, то есть, есть патетические посылки, то их же будет столько, что они уже начнут. Три раза, три раза мы людьми живем. Три раза. Поэтому, как это, много их не будет. Ну, в бизнесе их может быть очень много. Ну, то есть, они более агрессивные. То есть, я просто, ну, в работе сталкивался, то есть, там, в принципе, нарванный московский бизнес-совец, там, в принципе, наши ноги отступят. Но наши люди на нас скромные. Ну, ну, скромные, но попробуй бы, я ничего не буду забрать, конечно. Скромные, а все же. Но она поверит. Ну, я не думаю. Ну, в принципе, неплохо, если бы, если бы, если бы, лучше, русские, русская линиция сюда перекочевала, чтоб было не как Прага после революции, чтоб это было как Белград, Париж, вот такое вот. То есть, чтобы здесь была какая-то настоящая российская диаспора, те, которые стоили под своего режима. Это было бы неплохо. Ну, должно ли вы есть? Она очень маленькая. Она очень маленькая, они единицами сюда приезжают. А, понятно, что массово, но там еще не было массового исхода, да? То есть, там вот у Береземцова некоторые задумались, у кого есть деньги, где сваливают. Еще у них там принято же зимовать. У них, например, сдавать квартиру, а потом, а самим ехать на полгода в Твын, или еще куда, в Таилан, и так далее. То есть, пока у них есть деньги, они сюда не приедут. Они будут вот так, по экзотическим странам все теплее. У них кранчей. У них кранчей. У них кранчей. Зачем сразу разговариваться. У них кранчей. Я был совершенно искренне на одном мероприятии, там собирались бизнесмены, вот, кто-то вчера. Или вчера, да. Вчера был совершенно кранчей. У них было имущество в Крыму, котели там, то есть все. И все они, как один, а это довольно-таки люди зажиточные, действительно зажиточные. Вот. Не список Хорбс, вот такое. Как это? Ночной Хорбс. Не его. И они, я говорю, что вы будете делать? И все, как один, говорят, будем продавать. Вот так. То есть, свое имущество, хотя они ни в каких политиках не занимались, никак они отсвечивали, то есть, что он гражданин Украины, он таким же успехом может гражданин от панамы, от общей части. И все, как один, говорят, будут продавать, мы не мотодухами. Ну, на что-то, что-то же они себе рассчитывали. То есть, видимо, с Крымом уже безвест поставили, украинский безвест меня поставили, уже не крест, и не ожидают, что это Ньюкция, это оперативность. Так вот. А вот Вы зададали, что украинская нова, ну, лавка, скажем, не комплексивная, из-за того, что она не имеет, скажем так, слово, жертвовую, но такая драматичность. А я думаю, что это связано с комплексной меньшеватностью? Нет, нет, нет. Ну, украинцы лучше. Нет, ну, так не прилично, я еще там, снимаю, показываю, но просто украинцы лучше. А чем связано с тем, что здесь у нас не было войны за 20 лет вообще? Что мне так сказать? Не в чем? Ну, это не маленькая, правда? Ну, например, вот есть российский шансон, а у Киевского, что он не главный, он не откинулся там, а украинского. А если украинского, песня там, что с пьянички выпили трагички, о-о-о-о, я стараюсь. И там, наверное, интерактивы делают такие песни. Вот в провинции жетоны, например, ну, скажем, в жетонах, а еще поглубже туда, перед полюсом, забраться, да, на городах украинский. Вот, и там посмотреть, что популярное надо, что делать, надо знать. Все остальное. Есть украинское заменитель, то есть не шансон, а шакон. Ну, доверняют людей, какие, как раз? Что ж так? Не стихи дали. Ну, вы в украинском шансон? Ну, на то, я подумал, я не думаю, что в украинском шансоне. Не могу. Просто, мол, мы кажем, что, походу, что и не люди, таких, я павлю, и мантарий стал в розум. И им нужно, потом, вывольняться своей культурой и, скажем так, вот рада. И мы решили, что, вы должны сходить на сейский шансон для нашего конечного смысла, или, чем-то перейдут на украинскую, там, в обломке. Не горю, не горю. Не горю. Просто, мол, мы сейский шансон, наверное, идет. Я расскажу лишь по-больше любое... Ну, человек всегда находит то, что он ищет. Даже при этом часто не знает, что он ищет. То есть, то, что его душа, на самом деле, просит. То есть, это были русские шансоны, или, в чем-то, или нет. Не нужно насаждать русские шансоны. Лучше насаждать высокие образцы, высокие достижения человечества. Вот, как большие радио проводной, на кухне стоят, Товецкий титан, наверное, приехал на это. Созлилите. Прозвольте, еще такие услышки. Всегда можно посушить хорошую классическую мендуку, качественную ведущую. Как Вы считаете, что деятели культуры, писатели в частности, они обязаны привлекать интерес в связи с скандалами или вынуждены из-за того, что иннотации государства никаких нет? Чтобы быть успешными, им приходится как-то засветиться. Давайте поменем покойного Кузина. Давайте вспомним покойного Кузина. Кто такой Кузина? Кузина – это писатель, который взял для себя метод. Это скандал. Скандальный митература. То есть Вурдуллака, это те времена, когда я читал книжки. То есть Вурдуллака, Трожниченко, прочитали все. Даже те, кто еще это витрияли, не читали. Прочитали его тогда все. Скандал прошел, то есть все знали, что есть только писатель как Бузына. То есть он дальше писал, писал свои книжки, потихоньку интерес к нему падал, 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 падал. То есть лучше всего стараться писать интересные, умные книжки, которые ему нравятся читателям. Это лучше, чем скандалы. Скандалы – это больше для эстразных звезд, у которых все происходит как-то быстрее и быстрее. И при аккорде наблюдать вот это вот. Скандалы негативные, буквально. Вот сейчас Луфарский, да? Скандалы негативные. Скандалы, если Луфарский, да? Как Вы сейчас и поп-группу завдаете у нас Ориский людей, и так что принципиально писательство, это пишут книжки. Кто это? Кто, кто? Ну, а здесь Луфарский, Ориский людей. А, Луфарский. Да. Луфарский, отмен Мухарского в том, что он хочет прокатиться на подножку, а это не канал, скажем так. То есть он, понятно, что он окружился насеком, себя и другими талантами, неукраинскими художниками, и от Боренко, кого еще, так вспомню, гимнский... Гила. Жила. Гила. Дмитрий Гила. Ну, вот. И он окружил себя и хочет на подножке, а сам он имеет талант незначительный. Незначительный и его талант не отличается от таланда Поплавского, ничем. Абсолютно. То есть это трэш. Это трэшовый антимухарский. Это при том, что я лично его не знаю, ничего не сделал. Плюс это мое мнение. А есть? Вы еще познакомились? Да-да, если все время знакомиться, я знаю, что уже бить начали было постепенно. Но это... А вот и боевое масло, оно сразу защищает. Сейчас эта магия не работает. Какая работает? Какая сейчас магия работает? Только сама подойдет. Пояс через тебя. Раз, две, четыре, кисит. Две в Италии? Не мало. Ну, это самое главное. Такой еще вопрос. По поводу того времени, я помню, уже три-четыре года назад, Василий Шкар, когда отказался от премии Шевченко, когда захотел принимать из рук Тобаченко, ну вот, и, как бы, в состоянии понял, этот момент он стал более-менее популярным. Как бы, даже, конечно, замечательные премии начали читать, как бы, привел внимание. Понимаете? Италий Шевченко тоже, может, популяризировал Шкарю, вот, немножко помогал. Ну, он же получил шевченковское время? Получил. Получил? Народное шевченковское время, да? Значит, я посчитал Шкаро, значит, это хороший писатель 19-го века. То есть, язык, ведущий 19-го века, и очень похоже на стиль языка Солженицына. Тот тоже часто в угоду автентичности изобретал слова. То есть, это не тот украинский язык, который я вошел в школу. То есть, я посчитал, плохого ничего сказать не могу, и, возможно, в украинской территории он вполне заслужил этот вопрос. А нежелание меня получать из рук табачника, ну, каждого свои предпочтения. Один табачник не может переносить. Табачник тоже в этом, всех остальных не горит. Что такое? Отказался, отказался. То есть, ну, это такое, это разборки внутри того, где что-то дают. Я же всегда занимал такую позицию, что ничего не просил, что меня не гранично удалось. Пиар-литература, как можно назвать? Пиар-литература? Да. Ну, важно, чтобы вы заметили. И вот здесь интересно достучаться до нынешних министерств культуры, до листателей. То есть, начните искать автора. Начните искать автора, начните искать здесь, на краю. Начните копошиться внизу. Потому что не каждый автор может долезть до какого-то уровня, что его заметят. Вот здесь начните, предложите усилия, сделайте, как Россия сделала. А они научились американцы, вот и всё. А пиар прямо какого-то автора, ну, пиар, ну, чтобы его лучше писать, или хуже, не будет никак. Ну, вот. Ну, сначала давайте все там вставим буквально. Давай. Прогнозы. Может прогнозуем на подальше? Пожалуйста. Ну, давайте. Прогнозы попробуем. Хорошо. Что я сейчас наблюдаю? Вечно я. Я наблюдаю, как разрушаются государственные институты. Вот прямо сейчас. То есть, рушатся потихоньку государственность. То же самое происходило в 90-е годы в начале. И я был тогда участником процесса. Сейчас я остальные наблюдатели и вижу вот по всяким досадным его частям. Вот. Например, вот и данный ростер, выстреляли витро. Помните? Вот. Вот. Это, как бы, тоже было в 90-е годы. Тоже передали с людьми, которые, ну, поднимали руку. Поднимали руку. Имели первый раз поднять руку. Вот я вижу, что сейчас происходит улучшение государства. И нас, скорее всего, ждут новые 90-е годы только в одном случае. Один случай вносит неопределенность. Это именно война. И почему эта война вносит неопределенность? Поскольку этой войной руководит все остальные один человек. О которой говорят, что он сумасшедший. Ну, про Путина. То есть. Но, какой бы они были сумасшедшие или гениальные, или слишком он никто не знает. Вот. То есть, от его единственного решения зависит, будет эта война продолжаться, вот такое. То есть, это носит неопределенность. Если бы не было этой войны, я бы с уверенностью сказал, что у нас наступают 90-е годы. Что 90-е годы? Это, конечно, очень годы передела. Годы передела. Годы передела собственности. Учитывая, что у нас сейчас появились какие-то олигархи, у которых есть какая-то собственность, на них позиция не вполне государственная, то мы можем ожидать передела имущества. И, возможно, передела на более низком уровне. То есть, от олигархи вниз, вниз, вниз. И конечный уровень этого передела, это забирать квартиру у соседей, выживать их из квартиры, чтобы захватить их. И нас ожидает еще это. Вот, что мне кажется. Вот такой праздник. А как долго этот период? По сравнению с информационным обществом, тогда было не информационным. Тогда было индустриальным. До 90-х. Так как сейчас информационное, я думаю, в полтора раза достроено. Ну, от полутора до двух. То есть, год за полтора, год за два. Вот так. А видите ли вы какую-то конечность в том, что вот этот передел, ну, или эта операция олигархов происходит при президенте олигархов? В этом есть какая-то ваша улыбка, однако? Ну, я рассматриваю нашего президента как хапугу. То есть, олигарх. Ну, олигарх, разведитель собственности, хапугу. Это все одно и то. То есть, я рассматриваю его как хапугу, который очень хочет начать копать, то есть, похвещаться. Но обстановка в стране заставляет его выполнять обязанности настоящего президента, ну, то есть, заниматься своей непременной обязанностью. Он бы с тобой сегодня уже приступил к успакованию. Вот. Ну, да, при бюджете. То есть, я не могу сказать, что я его понимаю, кто он, а кто я. То есть, не есть разница. Он был миллиардером, миллиардером. Это было еще. Не так. Вот. То, мне кажется, что у него огромная тайпа внутри происходит. Ему, с одной стороны, не страшно, что его нагонят, или еще куда-то чем-нибудь произойдет. А с другой стороны, ну, он же бизнесмен. Ему вот уже руки сами. Все, само идет в руки. Ну, надо еще сам себя держать. Получается так, что власть слили с Майданом. Не обменялась, обменялась ли общество, по вашему ощущению? Власть не поменялась не в связи с Майданом, а в связи с Путиным. Путин выступил как жандарм Европы. И наступил на Украине на Украине. Наступил украинский на Украине. И не позволил это менять. Что бы это не было. То есть, власть, что можно сказать про нашу власть, это очень хорошо. У них хороший кастинг. То есть, додатчно они показывают. Просто у них такие лица, что додатчно показывают, по телевизору. И чем занимается тренировка в Украине? То есть, оно и к пациентам, и к ценикам, и еще то. И в соответствующем человеке это вызывает здоровое раздражение. Ну, то есть, у обычного человека. А если еще не выкинуть, то еще не так. Ну, а власть, это вот единственное. Что если бы там были какие-то болезненные, то по-другому выключить. Ну, не может быть. А какого часа, когда вы встретите в виде, когда вы держатся, что вы в маске? Я их вообще не отвечаю. Ничего. Я их вообще не отвечаю, поскольку я ее так не нашел. Не может быть в этой неделе. Я, 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 я... Я, я, я... Я, 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 я... Вы, я, 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 я... Ну, дело... Вы только не собираетесь все снимать, да? А почему? Я хотел, вы или как, я хотел если-нибудь премию дали, но российскую тему такую лидеру, Нацибассник, не просто 뭔가, то уже получать мои новые маски. А я, я... Я её, наверное, снял. Но, так я премию дали в мире, т.д. Я всегда покажу. Украинцы мне даже в выпуске не придали, но часто поэтому поздравляю. Будемо закинчивать. Ну все, уже просят осадков. Спасибо. Большое спасибо, что пришли. Вживую посмотрите. Знаю, как тяжело сейчас вживую обрывающих компьютер. Большое спасибо. Спасибо.